Кто не рискует, тот может пролежать парализованным. Так оценила ситуацию 6 лет назад Елена Сенина и решила стать первой в России пациенткой, которой установили искусственные межпозвонковые диски. В одно не самое прекрасное утро женщина проснулась от резкой боли. Затем начала отниматься левая рука. Оперировать взял синейрохирург больницы имени Пирогова Сергей Сергеев. Пациентка доверилась и не пожалела. После операции я встала через 3 часа. На следующий день я уже гуляла по холлу. А через неделю я уже жила той жизнью, которой жила. Я ездила на машине совершенно спокойно. Сейчас в Самаре делают около 500 таких операций в год. К нейрохирургу Сергееву приезжают со всех уголков области страны и даже из-за рубежа. Для самарских пациентов операции бесплатны. Их делают в системе ОМС. В центре установлены два искусственных диска металлические, мини-протезы, которые будут работать как естественные диски после удаления изношенных дисков. Состояние и расположение дисков идеальное. Очень хорошо установлено. Дмитрий Булатов перенес операцию по замене межпозвонковых дисков буквально день назад. Как заново родился, радуются мужчины. Нет больше ни боли, ни скачков давления. Как профилактически эти делают у меня системы. А так нормально сюда. Чешей, шевелится. После сложной операции пациенты быстро восстанавливаются и возвращаются к полноценной жизни. Вплоть до занятий физкультурой и спортивных подвигов. Гарантия на импланты пожизненная более 70 лет. В случае необходимости откладывать операцию нельзя. Операцию надо делать по восстановлению функции, потому что изнашивается диск. Он давит на нервный корешок или спинной мозг, что приводит к парализации даже пациентов. Поэтому до этого доводить нельзя. Надо делать операцию и устранять этот конфликт, который возникает между выпадающим, к примеру, диском и спинным мозгом. Больница Пирогова по числу операций установки искусственных межпозвонковых дисков входит в десятку клиник мира. Самарскому хирургу доверяют своей жизни пациенты, прошедшие подобную операцию, у других врачей. Переделывать сложнее, но всех ставим на ноги, говорит врач. Марина Матвеевична, Константин Головин. События.